РИФМА ПЛЮС Охраняется, если придет человек, который очень любит стихи, который будет слушать. Может быть, он даже дома что-то пытается писать, но еще стесняется, общаясь с нами, захочет уже более серьезно так начать писать. Каждое заседание РИФМА ПЛЮС – это яркое событие, которое ждут и к которому готовятся. А в этот раз встреча получилась еще и по-настоящему праздничной. Она была посвящена поздравлению победителей литературных конкурсов. Один из них – Юрий Егоров, который с рассказом «Концерт для друга» стал лауреатом первой степени областного конкурса «Звездное перо» в номинации «Проза». А мальчик мечтает стать музыкантом. И он бежал из дома, но ему не на что было жить и даже поехать в столицу учиться на музыку. И деньги ему дала в одном варианте молочница, торговка молоком, в другом варианте прачка. И он уезжает на ее деньги, вот этой женщины. Произведение, написанное всего за один день, относится к жанру социальной сказки. Это любимое литературное направление Юрия Николаевича и, по его мнению, актуальное во все времена. В сказочной форме ты поднимаешь важные вопросы, ну вот это вопросы, связанные с пониманием доброты, пониманием отношений между людьми. И такая проза, она достаточно универсальная. Ее читают и дети, и читают и взрослые. Общество нуждается в доброте. Обязательная часть повестки заседания – различные творческие задания. Еще Марина Цветаева говорила, что поэт – это вдохновение плюс воловий труд. А значит, расширять кругозор, раскрывать потенциал и стремиться к новым знаниям человеку, работающему со словом, нужно постоянно. Члены ЛИТО попрактиковались в написании японских трех стишей хайку. С азартом сыграли в литературную викторину и игру буриме. Дальше пришло время для рубрики «Свободный микрофон», когда каждый автор смог прочесть свои новые произведения. Среди моих игрушек старых нашла пятнистого щенка. Шерсть на боках помятых в палах свалялась, выцвела слегка. Обиженно повисли ушки и держится на нитке нос. Милее не было игрушки, когда принес мне Дед Мороз. Юлия Грачева всего полгода в «Рифме плюс», но постепенно литературное творчество захватывает ее все сильнее и сильнее. Напишешь одно стихотворение, хочется еще что-то. Хочется ради удовольствия сначала для себя, что ты что-то можешь интересное сотворить. А потом, когда это доставляет удовольствие другим, это такой кайф, это здорово, когда ты видишь, что это кому-то нравится. А в ближайших планах и у Юлии, и у всех членов литературного объединения «Рифма плюс» участие в различных литературных премиях и конкурсах. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.